Всем привет! Кто еще со мной не знаком, меня зовут Оля. Вы на моем парфюмерном канале. Заходите в гости, подписывайтесь. Конечно же, устраивайтесь поудобнее. Сегодня у нас будет супер солнечное видео, потому что посвящено оно моим недавним новинкам. Новинки недавние, но я ими пользуюсь уже с начала сентября. Сейчас все вам расскажу. Супер два классных аромата, которые для меня попадают в категорию солнечных. Как раз в этом году, осенью 2024 года, сентябрь выдался настолько теплым, настолько солнечным, настолько ласковым, что вот эти ароматы 100% у меня заикарились с данным месяцем. И они были настолько в тему, что я на постоянной основе пользовалась этими новинками именно в сентябре 2024 года. Давайте начнем с аромата, который, да, это знаменитый Тильда, который лежал в моем потенциальном виш-листе лет 5-6. Знаете, я понимала, что мне это надо. Я очень люблю ароматы бренда Элда. У меня большая коллекция данных парфюмерных произведений, по-другому не назовешь. Но Тильда вот всегда как-то откладывалась, потому что для нее есть очень ограниченный промежуток времени. Это как раз вот теплая осень, как раз сезон сбора урожая, как раз сезон тех самых тыковок. Да, вы смотрите, сегодня мы в тему данного видео, в тему тыковок, в тему солнышка, в тему позитива. Если кто не знает, основную скрипку здесь играет нота тыквы, и видите, даже все оформление, сама я даже вам подчеркиваю данную красивую ноту. И эта тыква, она, как по мне, будет не актуальна ни позже, когда уже не будет такого солнечного позитивного настроения, ни весной, возможно, зимой. Потому что аромат все-таки на тему выпечки, аромат все-таки сладкий, гурманский, сейчас все поподробнее расскажу. Но лично мое мнение, лично как по мне, то это вот такой вот сентябрьский аромат, которым нужно плеваться тогда, когда на улице светит солнышко. Позитивчик просто великолепный, я не взяла блотеры, но сейчас будем распылять, значит, на коробочке. Но с ароматами я знакома очень-очень хорошо, потому что, как уже начала повествование, носила их весь сентябрь, просто поливаясь. Обожаю Элды, и, кстати, в Тильде я прослеживаю общую концепцию данного бренда. Не могу сказать, что конкретно, но почерк либо автора, либо просто все авторы всегда сводят ароматы к одному общему знаменателю. Ну, практически все, я не говорю за все. Да, и это однозначно слышно в Тильде. Она абсолютно не спорная, в ней нет ничего такого, что могло бы вызвать какие-то, какое-то отторжение, какие-то эпатирующие эмоции. Есть у бренда и такое, над чем нужно поразмышлять, да. Я думаю, что вы все прекрасно знаете, про что я имею в виду. Так вот, для меня это тыква, которая в очень вкусной, сдобной выпечке. То есть, это тыквенный пирог, плюс ко всему тыква, пусть это будет даже тесто, да, с натертой тыквой. То есть, само тесто ароматное, пахнет сдобой, пахнет именно таким вот приятным тыквенным аспектом. Также сверху этот пирожок, это кондитерское изделие украсили карамелизированной тыквой или что-то по типу тыквенного джема. Плюс, также я здесь слышу засахаренные цукаты. То есть, здесь, конечно же, не монотыква, а именно вот еще больше какой-то озорного такого настроения, еще больше солнечного настроения, такого вот искрящегося, светящегося настроения, мне добавляют в этом аромате именно цитрусовые цукаты и небольшая табачность, за которую отвечает 100% бессмертник, потому что, во-первых, он прописан в аромате, во-вторых, в последнее время я периодически начинаю встречать этот бессмертник в пирамидах парфюма, и он мне пахнет именно чуть пыльно, чуть табачно, чуть сухо, как будто немного чихательно, но это очень-очень красиво. Я прям вот задала себе идеи помониторить ароматы с ярко выраженным бессмертником и вообще их каким-то образом либо потестировать, либо поизучать просто, что пишут про них люди, но если вы в курсе красивых ароматов с этой яркой нотой, то дайте обратную связь. Как я уже сказала, желтый, оранжевый, такой яркий солнечный парфюм, которым хочется просто поливаться. Почему я сказала вам изначально то, что прослеживается нота ДНК? Мне вот чем-то таким же вот супер сладким жизнерадостным пахнет Ноэлю Балкон, допустим, у Элда. Мне чем-то таким же тоже фруктовым супер сладким пахнут. Недавно, кстати, я вам про что-то рассказывала, да, опять же эти архивы 69 всплывают. Также как-то вот солнечно супер жизнерадостно, но тем не менее необычно мне пахнет. Господи, этот с нотой попкорна-то, который... Ай, забыла, подпишу вам всё это дело. Они все абсолютно разные, но для меня это на самом деле то, чем я пользуюсь с огромным удовольствием. Я однозначно рада приобретению, наконец-то, приобретению этой тыквочки. Я очень рада, что она поселилась в моей коллекции. Цвет флакона – это просто бомба! У меня в последнее время бзик на такие вот яркие цвета. Я обожаю зелёный, прям такой вот, не как моя футболка, какой-то такой вот, да, нейтральный болотный. А именно такой яркий, изумрудно-зелёный, оранжевый, жёлтый, ярко-синий. Супер радуют меня такие цвета. Было время, я любила, что такое бежево-коричнево-нюдовое. Нет, сейчас для меня вот чем ярче, тем лучше. Фиолетовый – это просто моя любовь. Вот, поэтому флакончик будет меня радовать, пока будет стоять в упаковке. А мы с вами продолжаем, продолжаем с не менее интересным ароматом. Для меня это новый бренд. Я буквально некоторое время назад увидела его на просторах интернета. Меня в первую очередь заинтересовали красивые флакончики. Когда визуал нравится, конечно же, хочется поизучать. Конечно же, хочется посмотреть, да, про что же, что же, что же, где и с чем это едят. И, да, это бренд Astrophil & Stella. Аромат называется Mellow Yellow. И, помониторив ароматы данного бренда, я остановилась вот на таком вот жёлтом, опять же, позитивчике, который идеально, максимально, супер-супер гениально вписался в чудесную тёплую осень, именно осень 2024 года. Ой, знаете, я вот не взяла блотер, но надо бы, ещё бы хотела бы его разок распылить. Но, правда, я его настолько часто носила. Если, допустим, вы подписаны на меня в Telegram, то я периодически выставляла фото дня именно данного аромата. И это были не все разы, когда я надевала его на себя. Это был аромат моего, ну, не 1 сентября, когда ребята пошли на школу, 2, да, 2 сентября я его надевала в первый раз. В люди, можно так сказать. Пушистый. Вот по-другому сказать не могу. Если первый такой солнечный, то это больше, наверное, пушистый. Здесь ярко выраженная гвоздичная нота, но она настолько мягкая, она настолько комфортная, что на самом деле не мешает этому аромату быть именно таким вот воздушным, мягким, очень-очень обволакивающим, как такое, как облачко, да, пушистое облачко. То есть, что здесь? Медовая пыльца, которая дает как раз вот эту вот мягкость, шероховатость, пудровость именно гвоздики, то есть пряность, именно пряность, не цветок. Пряность смололи в мелкую-мелкую крошку и вот этой вот медовой пыльцой припылили эту гвоздику, чтобы она не была сильно навязчивой, чтобы она не раздражала и никаким образом не портила, да, допустим, данную композицию. Я вообще к гвоздики отношусь нормально, но знаю то, что не всем она по душе, как в плане, допустим, еды, да, не все любят данную пряность, так и в плане парфюмерии. Но здесь это просто идеальный аромат на эту тему. Если вы любите ароматы или ищете ароматы с красивой нотой гвоздики, сюда обязательно присмотритесь. То есть, по большому счету для меня это нектар, пушистость, мед, но, опять же, он в каком-то таком вот пыльцовом проявлении и вот эта вот чудесная, прекрасная припудренная гвоздика. Умеренно сладко, суперстойко, прекрасный комплементарный шлейф, аромат, в котором, как я уже сказала, можно ходить в люди, да и нужно ходить в люди. И именно из-за того, что он такой солнечный, что он такой вот прям супержелтенький, супер такой жизнерадостный, ну как классно с ним было проводить тёплый сентябрь. Он многим пользователям фрагрантики напоминает аромат, сейчас я вам приготовила, чтобы не быть голословной, вот такой вот аромат от бренда Lush Karma. Абсолютно они разные, они ни в коем случае не дубли, ни в коем случае не повторы. И на самом деле у них есть какая-то такая супер притягательная, оригинальная нотка, которая, да, роднит данные ароматы. Я бы ещё сюда присовокупила Amouage Imitation, тот, который с чёрной смородиной. Karma Lush считается бестселлером у бренда Lush. Karma Lush, господи, ну Karma, да, является бестселлером у бренда Lush. К сожалению, он сейчас у нас уже не продаётся, ушёл из России. И, по-моему, аромат или этот не сняли, но он вообще просто великолепен. Здесь также цитрусы, но они как будто бы отдали свои просто горькие корочки. То есть здесь нет сока и много различных благовоний, которые, возможно, чуть-чуть напоминают вот эти вот самые индийские палочки. Также чувствую небольшую медовость и терпкий лист чёрной смородины. Вот это вот не медовость, а благовоние, ладан, чёрная смородина. Именно этот момент роднит Karma Lush Imitation. А вот что их вместе роднит? Возможно, здесь также есть небольшая доля гвоздики, которая как бы идёт в общем моменте, как бы я всегда говорю, пряность, да, какая-то пряность. Вот, возможно, гвоздичные ноты также здесь присутствуют, но вот не знаю, что-то есть, однозначно есть. Некоторые пользователи фрагрантики отмечают как схожие. Они не схожие, они разные, но что-то, что-то, что-то есть такое, что роднит два этих аромата. Это просто великолепство во флаконе, мой солнечный зайчик, которым буду любоваться, пока не начнутся дожди. Я снимаю видео 20 сентября. Сегодня, конечно, немного похолодало, и, как видите, я уже надела такой свитшотик. Мы ездили тут с утра с ребёнком. Уже заболеть успели, несмотря на то, что такая теплынь, уже заболеть успели. Сегодня ездили в больницу выписываться, но это не факт. То, что я хочу сказать. Да, немного похолодало, но всё равно такого тоненького свитшота хватает. Всё равно солнышко, всё равно на душе как-то прям супер радостно. У меня есть, конечно же, огромная подборка ароматов для тёплой осени. Я сейчас, знаете, листая свою ленту на YouTube и вижу то, что каждый встречный, поперечный блогер уже снял подобное видео на осенней тематике. Мои любимые осенние ароматы и что-то в этом духе. Напишите мне вообще, актуально ли вам подобный ролик с моей подачи. Но у меня есть однозначная идея. Хочу вам снять осенние пудры. Потому что я сейчас одновременно вот с этими жёлтыми зайчиками, солнечными лучиками ношу также осенние пудры. И осенние пудры отличаются от зимних пудр и отличаются от весенних пудр. Хотя весенние и осенние они иногда перекликаются. Короче, это очень запутанная история. Если вам интересно, давайте обратную связь. И вообще можете мне написать в комментариях, какие бы темы роликов вам были актуальны. Что бы хотелось посмотреть, на что, что бы хотелось, да, чтобы я до вас донесла. Возможно, какие-то оригинальные идеи мне подбросите. Я вам буду очень признательна. На сегодня это всё. Если это видео было вам интересно, полезно, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь обязательно на соцсети. Там я намного чаще уже очень много раз фотографировала этих красавцев. И некоторые девочки ждут моего именно отзыва. Потому что спрашивали, чем пахнет, как пахнет. Расскажи, покажи. Вот всё. Отчитываюсь, рассказывай, показывай. А я вас всех люблю, целую. Пока. До новых встреч.